и мы сегодня продолжаем разговор про инфодайвинг подсознание про эту книгу мы гуляли по глубинам подсознание знаете когда мы часто гуляли там мы гуляли во снах то есть каждый раз когда мы засыпаем и проваливаемся в глубокую фазу сна мы попадаем в подсознание и каждый день формируется в подсознание наш следующий день во время сна день ночь то есть каждый день заканчивается тем что белая снимает с нас информацию что-то мы осознали что-то не осознали она отжимается и передается черное и черное формирует следующий день представляете каждый день день ночь и мы не помним как мы собираем следующий день потому что собирается он автоматически а мы в это время находимся в глубоком провале в глубоком сне и вот каждый раз когда мы шли осознанно в такие сны глубины подсознания нам удавалось что-то подсмотреть и что-то достать и на основании этого мы видели уже как это все проявлялось в следующем дне и какие-то психотехники доставали для работы с детьми для того чтобы иметь проявленные результаты при работе с подсознанием потому что мы же уже могли закладывать новый день новую здоровую жизнь опять сон огромный египетский дворец песочные колонны идет красивая женщина она отдают приказы на строительство дворца в загробном мире что для нее загробный мир зазеркалье она уверена что реальность отражается в зазеркалье что жизнь отразит и приготовит смерть но она не допускает мысли что голограмма жизни первичная формируется в том же зазеркалье которое она считает местом смерти она жила смертью и готовилась к ней вместо того чтобы быть счастливой при жизни она не осознавала что первично что вторично потому что ориентировалась лишь на линейность времени а именно йота этой линейности нигде в подсознании нету и эта женщина показала мне вторую платформу в зазеркалье говорит исследуй остальные сны я перезалила золотом этот запомнила как важный утром позвонила ирине и дальше каждый раз мы погружались вот через сны входили в информацию и исследовали в психику что происходило в психике когда мы загружали следующий день как это происходило какие платформы работали таким образом мы смогли в какой-то момент осознать вращающиеся части психики и уже положить в схемы наши к и б как это все работает как правильно записывается информация мы осознали диски как записываются игровые диски мы осознали петли как это все происходит как считывается информация как закладывается мы осознали струны каким образом работают частоты мы видели сколько вариантов развития событий есть у каждого человека потому что вот например шесть граней умерка будет и все значит шесть основных струн будет и никак иначе причем три будут надсознательные три подсознательны и так далее и так далее так далее и нам все эти вещи показывали белое-черное вот это вот книга это путешествие вместе с белой-черной когда мы ни хрена не понимали и не нам говорили не сейчас потом осознайте сейчас записывайте не сейчас потом осознайте сейчас записывать в это время мы еще не попали в мир мертвых мы просто зашли в подсознание просто мы заходили туда каждую ночь и мы жили этой информацией ночной мы вытаскивали из ночи информацию и учились осознанно собирать следующий день ну и соответственно формировать события в следующем дне так как нам это этого хотелось опять-таки в этой книге был поставлен вопрос по микро и макро как связаны с собой микро и макро мы здесь заметили что есть прямой переход когда мы идем в микро мир микро 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 и мы вылетаем сразу в макро мир то есть вот эти все вещи мы описывали в книге и получается эта информация она как обрывочная эта книга на самом деле самая бредовая всех наших книг она самая сложная в прочтении и здесь самое сложное еще описан инкарнационный переход и этот информа инкарнационный переход начал нам раскрываться не как жизни работа меркабы как жизни работа двух тетраэдров то есть нет никакой меркабы до есть только тетраэдры которые двигаются на которых записана информация по матрешкам и все эти матрешки дальше мы начали раскладывать блин какой труд был титанический видели отблесками разбирались что как работает не могли понять это знаете как сложный компьютер влазить и разбираться что и как и с чем связано и как будет втягивать выбрасывать записывать новую информацию снимать старую как она утилизируется откуда можно записать новую и так далее блин как вспомню так вздрогну реально сумасшедшая работа которая осозналась даже не через год и возможно не через два порши то есть вот еще когда мы писали книгу парадоксальное восприятие книга инфодайм подсознание осознавалась осознавалась важность того что мы оставили это все на бумаге то есть если бы мы просто сочли это бредом так как считали наши окружающие они считали что мы там ловим какие-то глюки общаемся с какими-то персонажами вымышленными и что это все сказочные герои в нашей психике но то что мы оставили это все в записи на бумаге позволило нам потом уже когда мы освоили парадоксальное восприятие посмотреть на эту книгу совершенно другими глазами она вдруг заиграла солнечным светом и даже то что она оборвана на полусловие вот она просто в никуда оборвана раз и обрезана и мы перешли к следующей книге к инфодайм к счастью потому что тема сменилась и вы понимали что сменилась тема и следующую книгу надо называть другим названием счастье и роль его отсутствие в общественной жизни практически как бектери и здесь как раз то про восприятие про дальше религия здесь тоже всплывет и много чего про сознание внутри но все приходит к счастливым состоянием к поиску ответа на вопрос да кто мы все таки есть природе своей и как в нас закладывается та или иная информация знаете вот когда ты шел в психику это как на поезде ты едешь да и как чукча что вижу то пою точно так же писались эти книги если человеку интересен его психический мир именно психический мир то ему захочется проехать этот путь на поезде и увидеть вот это все и точно так же пропеть то что он видит вижу пою не обязательно сразу взять не обязательно сразу взять книги возьмутся сложно на самом деле уже более-менее легче начинает читаться книга даже не сначала счастье именно вторая часть книги инфодайм счастье она уже переходит в более так волна выходит и уже на легче воспринимается здесь другие состояния другие осознания и человек выныривает как бы вот из этой вот кромешной темноты нашего подсознания так делает неужели я отсюда выбрался из этого бреда из этого сумасшествия и так далее из этих страхов потому что одно представляете просто общаться с черной белой смертью знаете по факту мы проводили семинары когда проводили семинары мы вводили людей в состоянии давали возможность познакомиться со своими архетипами и потом была обратная связь люди плакали от счастья когда они соприкоснулись с этими архетипами то есть это моменты когда они позволили себе быть искренними самими собой и находиться в чистой любви к самим себе потому что был полностью выключен страх страх смерти казалось бы это невозможно нет есть определенное состояние сознания когда страх смерти выключается и вместо смерти тела человека и психика человека заполняется солнечным светом любовью и это это происходит в моменты взаимодействия с черной белой то есть это осознанный осознанное взаимодействие с самим собой со своими архетипами архетипы это те наши части которые автоматически работают нашей психики обеспечивая смену информации обеспечивая трансляцию фильма под названием жизнь при этом этот фильм как правило уже написано и транслируется автоматически но все равно к следующий сюжет на следующий день из автоматического сценария берет черное и отправляет в архив белое так каждый день но ведь этот сценарий можно взять и написать осознанно самому сперва какой-то кадр хотя бы вставить что у меня получилось вот это это сделать самому а мне получилось вот это это осознать и убрать потом два кадра потом пять кадров потом начинать писать свою жизнь целиком самому а потом наступает момент когда возмущаешься от чего я должен проживать чужой сценарий нет я живу свой хотя на самом деле если еще шире взглянуть то нету никаких чужих сценариев абсолютно все сценарии творим мы нашей жизни абсолютно все только для этого надо иметь определенное расширение когда мы осознаем что каждый человек это я это большая тема об этом мы будем говорить дальше мы пришли книги инфодайм счастья они поговорим позже